В преддверии 8 марта многие мужчины нашей страны буквально сметают с прилавков магазина все, что вкусно пахнет, красиво выглядит или стоит в горшке. Ну а мы решили не искать сложных путей и простых тоже, а решили собрать букет самостоятельный. В этом нам поможет флорист Анастасия Авдевич. Здравствуйте! Здравствуйте! И с праздником вас! Спасибо, спасибо, очень приятно. Анастасия, давайте разберемся, что мы такое будем интересное делать. Мы будем делать своими руками маленькую цветочную композицию на азистной флоре. Азистная флора. Это уже звучит неплохо. Что-то из биологии. Практически из ботаники 7 класса. Флора уже замочена, губочка пропитывается водичкой, цветы уже в ней стоят как в ази. Флора замочена, можем приступать. Договоримся, что за результат мы не отвечаем. Ну, здесь какая миссия все равно будет, поэтому вы старайтесь. Хорошо, обещаем. Итак, начинаем мы с того, что берем красивый русскус. Мы уже один листочек поставили. И по окружности... Ну, естественно, русскус это... Это листья. Это зеленые листья. Да. Я знал. Это очевидно. Русскус. Нам нужен один? Нет, мы будем вставить по всей окружности губки, чтобы листики нижние немножечко ее закрыли. Просто вот так вставляем, да? Просто вставляем. Дальше мы будем работать зеленью фисташки, фистация. А какие цвета вообще популярны в наше время? Мода на цветы меняется, она шагает куда-то вперед, куда-то назад. С каждым сезоном появляются какие-то новые тренды. Допустим, стереотипы, что гвоздика это ужасно, они уходят. Сейчас очень много сортов гвоздики, которые покорили весь мир. Все также остается в тренде кустовая роза, пена видно, да, можно. То есть розы из трендов никуда не уходят? Нет, они никуда не выходят. Ну, все-таки... А вот эти вот, которые огромные такие? Метровые? Да. Ну, мне кажется, это немножко уже выглядит печально в наше время, да? Так вот, мы и пытаемся выяснить это. То есть мне нужно ликбез, с чем же прийти, чтобы не оказаться... Конечно. А ты предупредили, кто будет? Потому что как бы все же мужчины наверняка... Роза. В своей дарят розы, а потом дарят девушка, девушка у себя в голове. Ну, мужчины в принципе не видят тех цветов, которые видят женщины. Это уже научно доказанный факт, да? То есть у вас палитра в глазах меньше, чем у нас. Так все-таки какие розы сейчас в тренде? То есть не метровые и не красные? Не метровые и не красные, по-моему, однозначно. Хотя у мужчин они пользуются наибольшей популярностью, потому что, ну, наверное, в каких-то таких вот это... В стереотипных мышлениях это очень красиво. Мы ставим какой-то центровой цветок. Давайте. Вот так? Да, вполне. Вообще, я всегда говорю, купите, подарите любимые цветы. Есть любимый цвет или любимые цветы. Лучше уточнить заранее, да, какие цветы любимые. Ну, мне кажется, что если уже априори вы идете кому-то с цветами, вы этого человека уже должны немножко знать. Если на заставке стоять розовые пионы и на кухне обои с розовыми пионами, наверное, любимые цветы розовые пионы... Слушайте, у прораба, который делал ремонт, был плохой вкус просто. Я вам скажу, мне очень... Знаете, когда я стою с двумя цветочками... А как они называются? Это анимоны. 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 Это весна. Сюда куда-то. Русская анимоны. Предполагается, что вы их чуть-чуть подрежете, обновите срез, цветы, от этого будут лучше пить водичку. Без проблем, сказал Жан, ведь у него есть дача. Я обновляю срез. Да. Видимо, с секатором сегодня познакомился впервые, да? Давайте я сама, хорошо. Так, я предложу другой весенний цветок, пока его тоже фрагментировать. Это гениста. Генистый пахнет. Генистый пахнет, да. Достаточно ароматное растение, оно хорошо стоит в вазе. Самые вот эти бутончики на концах ветвей уже не распустятся. То, что уже раскрылось, то в основном и цветет, и дает очень такой сильный аромат. Если она стоит в вазе, не в композиции, как у нас, будут стоять в вазочке в теплой воде, аромат будет еще усиливаться. Даниил хотел пользоваться секатором. Да, фрагментируем ее. Еще раз. Судя по тому, как Данила Мастерски справляется с секатором, у нас ощущение, что твоя дача напротив моей. Так вот, да? Нет, это подрезать. А мне надо? Фрагментировать. А почему, когда было 23 февраля, к нам в гости не приходил СТОшник, и мы девушек не учили менять колеса? В этом мы с асой. Выбираем ветку, вот так разрезаем. Раз, два. И вот эти вот части. Вы можете с одним? Нет, я уже не могу, я устала. Я понял. Сегодня мой день. Значит, глядя на то, как Данила управляется секатором, есть ли у него будущее? Шанс в будущее. На волонтерских основах он вполне может себя попробовать. Расставляем гинисток в произвольном порядке. Здесь уже ваше видение красоты, прекрасного. А для того, чтобы такую композицию сделать дома самостоятельно, все эти составляющие, их можно купить в отдельности? Да, вполне, конечно. То есть это такой набор, сделай сам. А тогда такой вопрос, дешевле купить пукет или композицию, либо составить самостоятельно? В нашей стране, в флористическом бизнесе, работа уже включается в стоимость, скажем так. То есть что вы сделаете, это сами купите цветы, нежели это мы сотворим, вам обойдется одинаково. А где преимущественно закупают цветы? Или у нас, может, в Беларуси тоже они растут? В Беларуси очень много цветов растится непосредственно к праздникам. Это луковичные весенние цветы, это нарциссы, гиацинты, тюльпаны, очень много всевозможных сортов. Выгоняется роза, то есть мы не отстаем. Теперь мы берем наикрасивейшую хризантему. Мы ее не будем фрагментировать? Мы будем ее резать. А, все, Анастасия согласилась помочь нам. Держите секатор. Мы берем прекрасную мимозу. Вот это пахнет письмой. Что нужно сейчас делать, Анастасия? А я предлагаю добавить небольшие фрагменты, то же самое, что кусочки маленькой мимозки на ваше усмотрение, чтобы она выглядывала между цветов. Мимоза стоит чуть-чуть меньше, чем хризантема, допустим. И она цветает в букете быстрее. Быстрее, чтобы ее удобнее было потом достать. Да, либо чтобы она не портила общую нашу картину. Такой вот маленький секретик. Весенние цветы потом немножечко ставят глубже. Это такая как подсказочка. И мы произвольно так называем. На твое усмотрение. Это же твоя композиция. Моя. Твое творческое видение. Он получается такой не статичный, а скорее хаотичная постановка свободная от цветов. И в принципе на данный момент это является более-таки модным трендом, нежели все в одной плоскости. Важный момент. Сколько эта цветочная композиция сохранится и как за ней ухаживать? Сохранится на дольше недели однозначно. Хризантема мы использовали. Это розовые ромашки. Это наша хризантемушка. Это лидер по стойкости. Она может стоять до двух-трех недель. Главное, чтобы комната была не самая жаркая. Рядом не находились какие-то отопительные приборы, батареи и прочее. И важный секрет. Нужно поливать эту губку. Потому что цветы выпивают из нее влагу. И поливать нужно ее где-то раз в два дня. Не реже. По степени готовности наша цветочная композиция. Готова. Остались мои аплодисменты, мальчики. И наши аплодисменты вам, Анастасия. Мы еще раз поздравляем с праздником. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Цветочная композиция удалась. Напомню, у нас в гостях была флорист Анастасия Авдевич. Всех девушек мы поздравляем и продолжаем.